Добро пожаловать в скорую. Мы сейчас будем жарить человечину. Мы сейчас идем в любой магазин. Ты выбираешь любую вещь, я ее тебе дарю. Уважаемый бар Роллинг Стоунс, пожалуйста, не впускайте его больше вообще. Айсек, психологически не могу найти себе девушку. Фан Оксо! Официальное опровержение, соответственно, в порядке. Я нормальный. Ага, он нормальный. Мы пообщались с Арманом, барбером, который меня стриг, меня брил. И вообще подарил мне хороший вечер. Я получил огромное наслаждение от этого всего. А вот это мой бойфренд. День явно идет! Ну что, добрый день, ребята. Дневник холостяка. Выпуск номер два. И мы в Швеции, друзья, находимся сейчас. Начинаем наше международное приключение. Причем еду сейчас на другую часть страны, на другую часть Швеции. В город Карлштадт, который практически находится в Норвегии, в Осло. В общем, расскажу подробнее. Мы будем встречаться с огромным количеством друзей, ребят, людей. И отрываться, веселиться, так как скоро Рождество. Но сначала мы заедем домой. Я тут еду со своим еще одним бро, с Дэнни. Он оставляет машину. Мы садимся ко мне и уже валим. Валим, тусоваться, отдыхать, отрываться. Вот Дэнни едет на фидерской машине. И да, друзья, спонсор нашей поездки в Карлштадт. Радио Стар ФМ. Да, друзья, я еще очень извиняюсь за то, что мы так поздно выложили первый влог. Дневник Ахолостяка. Потому что здесь, в Швеции, YouTube очень сильно следит за авторскими правами. Мы вставляли несколько разных треков в некие небольшие кусочки момента. Ну, вы это видели. А если не видели, то смотрите обязательно первую часть дневника Ахолостяка. Я вкратце опишу то, что там было. Мы вспомнили, что происходило со мной и моей командой на протяжении этого года. Это первый был факт. Второе. Мы съездили в Финляндию, в Хельсинки. И третья часть. Это огромный влог. Финляндию был посвященный поездке в 13 by Blackstar. Мы пообщались с Арманом, барбером, который меня стриг, меня брил. И вообще подарил мне хороший вечер. Я получил огромное наслаждение от этого всего. Официальное опровержение, соответственно, в порядке. Я нормально. Вот. И когда мы монтировали это видео, и я его выкладывал уже на свой канал в YouTube. Друзья, кстати, подписывайтесь. На канал. Вот. Я когда его выкладывал, YouTube выложил его без звука. Потому что они написали, что каким-то хреном там получилось нарушение. Нарушение авторских прав. Вот. И долго мы с этой херней геморроялись. Практически делали перемонтаж. Чтобы это все получилось корректно и здорово. Я постараюсь уже здесь, в Швеции, не косячиться этой истории. Потому что тогда влоги будут выходить очень редко. Вот. Ну, в общем, мы едем. Сейчас заезжаем домой. Оставляем одну машину. Садимся ко мне. И уже едем. Едем. Для тех, кто спрашивал, как вообще обстановка в Швеции, друзья. Вот сейчас ночь. И время 3 часа дня. Время 3 часа дня и ночь. На дворе ночь. Это нормально. Здесь вообще световой день всего 2 или 3 часа зимой. Так что это нормально. Ещё такой факт, друзья. Многие говорят, что вот такая обстановка световая, которая происходит в Швеции, всего 2-3 часа света днем, это приводит к депрессиям, приводит к плохому настроению и всяким этим бредятинам. Я скажу так, здесь я просто кайфую. Я кайфую просто по полной программе здесь. Да, это так и есть. Всегда прилетаешь, тебе не парят пробки, тебя не парят рабочая суета, тебе никто не выносит мозг. Ты никому ничего не должен, ты забываешь обо всем своих проблемах, которые у тебя присутствуют в Москве, которые присутствуют в России. Я даже сейчас здесь себя стал лучше чувствовать. Ну, более-менее, так как есть некие проблемы по здоровью, но это не для общих глаз и так далее. Вот. В общем, рассвет примерно где-то в 10 утра и полтретьего в 3 уже ночь. И круто же, реально круто. Но, вот я сейчас еду, я смотрю на то, что происходит вокруг, как темно. И мне так кажется, что сейчас время не 3 часа дня, а сейчас где-то уже часа 2 ночи или час. Ну, это, наверное, из-за моего рабочего режима. Также, друзья, расскажу, чем мы попробуем сегодня заниматься с Дэнни в пути. Я придумал несколько рубрик, которые будут происходить в следующих выпусках и вообще в истории дневника Клостяка. Первая. Это рубрика за поезд с Джекманом. Да, будет очень весело. Условия я расскажу чуть позже. Вторая рубрика. Я ее пока не расскажу, потому что я ее еще не придумал. Нет, на самом деле я уже придумал много всяких штук. Еще главный фактор, дорогие друзья. Здесь, в Швеции, надо соблюдать полностью весь скоростной режим и все правила дорожного движения. Иначе тебя просто жестко в... Но я русский и мне насрать. Еще расскажу о такой штук. Так же мы пообщаемся с вами на разные тематики, такие как выучить базовые слова на шведском языке, как подкатывать к девочкам на шведском языке, как ругаться. Друзья, в Швеции существует радио голос. Это голос. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА